День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Программа «Синема». Поехали. Здравствуйте. Начинается программа «Синема». И сегодня с вами о кино будут говорить киноманы, кинолюбы Олег Пек и Владимир Веселов. Доброе утро. Хотел сказать, уже, наверное, день. Да. Добрый день. Всем привет. Мы, я предлагаю такую вот, значит, ну, может быть, заявим тему, но мы хотели поговорить сегодня о том, вот каким образом раньше, вот сейчас люди узнают, получают информацию о новом фильме, потому что это достаточно интересно, все это трансформировалось, и, конечно, очень важно, ну, вот представить картину, чтобы люди пришли целенаправленно на какой-то фильм. Но было ли так раньше? Во времена, например, видеосалонов? Или во времена, когда работала там советская система кинотеатров? Вот об этом, может, я там чуть-чуть поностальгирую, повспоминаю, как это все происходило. Ну, и, конечно, мы поговорим о тех премьерах, которые на эти выходные, вот должны выйти новые, появиться новые картины в прокате. Ну, и плюс, может быть, я расскажу там, что успел посмотреть. У меня есть несколько интересных картин, которые могу поделиться мнением. И, конечно, есть возможность и всем нашим слушателям принимать участие в разговоре. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Можно писать в WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Тоже будем проверять, смотреть. Вот, и что, начнем тогда с новых картин, с премьер. Я посмотрел, значит, ну, список новых фильмов, и одна из лент – это «Любовь как бестселлер», это ее русское локализованное название. «Бук оф лав» – это ее оригинальное англоязычное название. Комедия – очень редкое такое интересное сочетание, совместное производство Мексики и Великобритании. Фильм с достаточно малоизвестными актерами, в том числе я никого раньше так как-то не был на слуху, но забавный сюжет. То есть это такая романтическая комедия, в которой британский писатель популярный внезапно узнает, что его новая книга стала хитом номер один бестселлером в Мексике. Почему в Мексике, вот его, ну, эти британские издатели не знают, но его отправляют в Мексику развивать успех. Он прилетает, его встречает, значит, девушка, которая его, ну, должна сопровождать, и эта же девушка по совместительству, оказывается, перевела его роман на, ну, вот, испанский язык. Что сам, ну, он совершенно не знает ни слова по-испански. На первой же встрече с читателями он заподозрил что-то неладное, там сплошь женщины, все как-то на него так похотливо поглядывают, и когда он смотрит на обложку своего романа, он в шоке, потому что там какой-то мускулистый, полуголый, значит, мужчина обнимает тоже полуголую красавицу, и он понимает, что переводчица, когда переводила роман, она добавила кучу отсебятины именно такой вот, ну, романтической, эротической... Мексиканской. Мексиканской. Ну, или на мексиканской. И он сначала, конечно, в ужасе, в шоке хочет вообще с этой девушкой разбираться, а выясняется, что она нереализованная писательница, ну, вот она вот мечтала всегда что-то написать, и вот она попыталась вот эти все свои грезы, и в то же время говорит, а какие претензии? У вас книжка номер один, вот если бы этого не было, это валялось бы вообще никому, она бы и даром не была нужна. Это, ну, как бы завязка. Я, наверное, уже половину фильма пересказал, конечно, но... А что будет дальше, нетрудно, наверное, догадаться. Конечно, в общем, это, ну, как бы, я понимаю, что я посмотрел трейлер, я, все это по трейлеру уже понятно, что закончатся все, конечно, любовные там истории между ними, и, ну, картина, мне кажется, так, на один просмотр, но как раз есть такое вот, у меня в семье выражение, пятничный фильм, когда ты не хочешь, ну, ты устал от очень сложной рабочей недели, ты хочешь просто посмеяться, может быть, посмотреть какую-нибудь предсказуемую, глупую историю, но просто вот отдохнуть, вот посидеть с попкорном и отключить мозги на все сто процентов. Ну, вот это... Ну, на самом деле, такой жанр очень пользуется, большой популярностью, особенно у телесетей стран. Ну, он редко попадает на большие экраны, и обычно, если попадает, то там снимается кто-то, ну, чуть позвезднее, чем неизвестные там ноунеймы, но вообще, конечно, к Рождеству я просто вижу, что к Рождеству телевизионные сети вываливают целый ворох подобных фильмов, в названии которых обязательно присутствует слово «Рождество», «Новый год» и «Любовь», то есть там в разных вариациях можно таких фильмов насчитать до 50 просто за каждый сезон, вот, и они все достаточно однотипные, но они все милые и пользуются популярностью, как бы, если хочется скоротать вечер в, как бы, спа, если ты хочешь пойти со своей второй половиной на кино, не напрягаясь, просто посмотреть что-то доброе про любовь без каких-то мордобоев. Мне кажется, это, в принципе, вполне себе жизнеспособный и пользующийся популярностью жанр, и, возможно, этот фильм тоже наберет. Ну, там еще есть одна изюминка, я понимаю, все мексиканские красивые пейзажи, костюмы, танцы, музыка, ну, то есть они постарались разбавить, такую добавить экзотики, то есть, ну, вот все ингредиенты. Еще один фильм, вот главный герой, Фри Гай, который выходит у нас, хотя, по-моему, уже в американском прокате, он, вот я не помню. Мне так кажется, что это какой-то повторный перезапуск, он разве не выходил? Мне кажется, он уже выходил. Может быть, даже у нас и выходил, да, может быть, это просто, потому что я смотрю, тут есть главный герой, Круэлла и Шанг-Чи, и Легенда Десяти колец, это такие вот... Главная премьера, это, конечно же, новый фильм Гильермо Дель Торо, это вот, видимо, главный локомотив, а ром-ком мексиканско-британский, это так, вторым вагончиком. Так вот, интересно, да, вот с этим фильмом Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров», где Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Круни Мара, Уильям Дефо, Рон Перлман, без которого, конечно, не обходится, там еще, как, в общем, еще парочка актеров достаточно знаменитых и известных, то есть такой очень-очень, ну, такой кастинг внушительный. Я саму картину не смотрел, но я посмотрел фильм, который является оригинальным. «Аллея кошмаров» 47-го года, поскольку это вот оригинальный фильм, я не знаю, это является ремейком или это просто еще одна экранизация, потому что экранизация романа, который вот лег в основу первого фильма, вот это все мне сложно как бы сказать, но очень интересно, вот я просто вчера посмотрел картину 47-го года, мне было любопытно сравнить, ну, поскольку я еще не видел новый фильм, сравнить, в том фильме играл Тайрон Пауэр, это была звезда вот 40-х, 50-х годов американского кино. Но, кстати, это отец Рамины Пауэр из дуэта «Альбана» и «Рамина Пауэр». Причем сама вот Рамина Пауэр отца своего совершенно не помнит, потому что, по-моему, он умер чуть ли не до ее рождения или сразу после рождения. У него случился сердечный приступ на съемках, он как раз, по-моему, в Италии снимался и под жарким солнцем, там бесконечные дубли, он на каких-то мячах рубился с тяжелыми мячами, и у него вдруг случился сердечный приступ, он у него прямо во время съемок фильма, то есть такая драматическая история, а у него как раз была молодая жена, и вот только-только, то ли должна была родиться дочка, то ли вот она родилась, та самая Рамина Пауэр. И в этом фильме можно, вот в «Аллеи кошмаров» можно оценить его, конечно, актерский вот дар, потому что он очень сильный, очень харизматичный. Ну и картина вот эта первая, оригинальная, она рассказывает, действие происходит именно во всем, что начинается, она именно как в передвижном таком шапито американском, я понимаю, что эта сюжетная линия будет сохранена вот уже в ремейке, где молодой парень, ну относительно молодой, который примыкает к этому цирку шапито как разнорабочий, ну просто вот ему где-то что-то надо передвинуть, поставить, крепкий парень, он начинает испытывать восторг от работы женщины-медиума, которая работает, ну со своим уже там постоянным партнером, который спивается, кстати, и он понимает, что как они это делают, то есть они как будто бы читают мысли. Она там, вот я вижу там это, и вот как это происходит, как это, и потом он пытаясь вот задружиться с этой женщиной, он понимает, что у них между собой есть секретный код, которым они передают эту информацию, что вот именно конкретно нужно, и там раскрывается сам механизм вот подобного рода фокусов, ну который в цирке никто не выдает, в принципе, что это прямо реальность, но с другой стороны, вот хочешь верь, хочешь не верь. И я понимаю, что проблемы вот, ну как в этом фильме начнутся, когда он действительно, сумев заменить, вот выбросив, убрав своего соперника, он узнает этот секретный код, он начинает делать ошеломительную карьеру именно сам, как медиум, как способный читать мысли других человек, и ну что будет дальше, это вот, ну я не буду раскрывать, поскольку это действительно интересно посмотреть, там это триллер, и здесь Гильермо Дель Торо вступил, я понимаю, на тропу Хичкока, то есть ну такие вот действительно такие напряженные, где все может быть не так, где роковые женщины, где обман, где вот, ну тебя вот как-то обманно вдруг раз, ты понимаешь, что ты следите за руками, вот на самом деле все было по-другому, но я хочу сказать, что у этого самого Тайрона Пауэра была потрясающая сцена, когда в этом черно-белом старом фильме, когда приходит полицейский, полицейский шериф, он говорит, что вот мне мэр приказал закрыть всю вашу забегаловку, это шапито, что у вас тут, значит, полугулы, девчонки вообще, ну как бы там разврат какой-то, ну на трапеции, тут какой-то вот вы говорите, что это дикого человека показываете, а вы, значит, человека в клетке держите вообще противозаконно, ну то есть он как этот пожарный инспектор, значит, тут же сразу находит кучу нарушений, за которые надо закрыть и запретить, и вот этот Тайрон Пауэр, он решает спасти ситуацию, говорит, дайте мне пять минут, я с ним поговорю, и вот он нам, там, господин полицейский, я чувствую, я вижу, что вот насколько вы там однаны работе, у вас наверняка ведь есть с собой талисман, который вас охраняет, вот, вот, он следит за всеми жестами, вот, тот потянулся машинально вот к карману, и он понимает, что действительно у него в кармане лежит какая-то вот монетка, значит, на счастье, и вот он, с ним разговаривая, он все время ловит его какие-то вот движения, мимики, отзеркаливания, вот как бы он понимает, движется в ту сторону, не в ту, у вас, значит, есть женщина, которую вы любите, но какие-то препятствия, вот как создается, вот как эти, ну, мошенники, прорицатели, чтецы судьбы, они очень четко, вот, ну, подзеркали себя, они могут вычислить, у каждого есть, ну, какие-то вот стандартные вещи, у каждого есть какая-то неразделенная, может быть, любовь там, или что-то еще, ну, то есть, вот они понимают, вот, оперируют этими схемами, и в результате этот ошеломленный полицейский, вместо того, чтобы всех арестовать, он уходит, как бы, совершенно, ну, просто в растерянности, он его выпроваживает, и дело закрыто, все там, значит, все обошлось, и все понимают, что действительно, вот, появилась новая звезда, что вот он, он способен, он способен на что-то, это вот прекрасная совершенно сцена Тайрона Пауэра, но я думаю, что у Брэдли Купера, вот, есть возможность, повторив эту роль, тоже, ну, у него... Посмотрим, сможет ли он так же гениально, чтобы тебе так же понравилась, как исходная фраза, исходная сцена. Так что это, да, очень хороший, интересный фильм, но я думаю, что, вот, ждем, потому что все-таки Гильермо Дель Торо снял и форму воды. Да, я хотел сказать просто, что Гильермо Дель Торо, в принципе, входит в категорию режиссеров, которые сами по себе режиссеры-звезды, ну, можно так сказать, то есть идут не на фильмы, в данном случае пойдут не на фильмы с Брэдли Купером, там, или с Кейт Бланшетт, или с Уильямом Дефо, там, а именно идут на фильмы Гильермо Дель Торо, то есть у него своя армия почитателей, которые ждут каждый его фильм, и последний был «Формула воды», по-моему, и вышел он чуть ли не 4-5 лет назад, то есть очень давно, и получил «Оскар» и стал лучшим фильмом года, и, видимо, Гильермо Дель Торо там собирался с силами как-то все очень долго, поэтому, ну, будем надеяться, что он выдаст что-то действительно стоящее, хотя, честно говоря, мне больше по душе, когда он, ну, то есть у каждого, понятно, режиссера есть определенный амплуа, как и у актера, то есть в данном случае Гильермо Дель Торо – это такое мистическое, полуужасники мистические, да, то есть если вспомнить его там «Лабиринт Фавна» и прочее, «Блэйд 2», опять же, поэтому, конечно, я с большей радостью читал, когда писали, что он хочет снять фильм по Лавкрафту, «Хребты безумия», но, к сожалению, ему не дали этого сделать, то есть там то ли бюджет завышен был, то ли какие-то абсолютно безумные эти не позволяли, ну, то есть сценарий не позволял, но в результате ему этого сделать не дали, он очень расстроился по этому поводу, вот, это было бы, конечно, интересно посмотреть, но, возможно, в данном жанре без, потому что, судя по твоему рассказу, ужасов там не особо их не предвидится. Нет, там это именно скорее такая хичкоковская история обмана, преступления, то есть, в принципе, его вовлекают, как медиума, в попытку... Такой нуарный триллер, я так подозреваю, это будет как бы, ну, это тоже прекрасно, но, конечно, я бы с большим интересом ждал бы что-то такое именно, вот, как я говорил, с мистикой и с легкими ужасами, так скажем, ну, посмотрим, посмотрим. Ну, интересно, что действительно Голливуд начинает как-то переобращаться к своей же классике уже там каких-то сороковых вот годов, и то, что так появляются ремейки, ну, даже не вот не восьмидесятых, не девяностых, а вот прямо аж сороковых, и такое обращение к нуару, то есть, тоже, ну, очень необычное для Голливуда. Ну, наверное, для Тора это такой более близкий жанр, так скажем, из всех возможных вариантов, возможно, он сам так захотел, ну, кто знает, посмотрим. Вот, а по поводу, опять же, фильмов, вот мы поговорили от тех, что выйдут, а я хотел бы, я посмотрел просто планы на ближайшее время и хотел бы поговорить о том, что не выйдет, то есть, вызывает недоумение, скажем так, просто хотел сказать, что все жду появления в нашем кинопрокате российских, российского фильма «Последние богатые три», и все, никак не могу его дождаться, то есть, он вышел уже месяц, как в России, но до сих пор у нас не появился, и это странно, потому что две первые части выходили аккуратно на Рождество, они выходят, выходили в Россию, выходили у нас, то есть, это отличное семейное кино, и, в принципе, я не понимаю, почему третья часть где-то задержалась, потому что первые две мы посмотрели тоже с семьей, с ребенком, и всем очень понравилось, и хотелось бы, поскольку обещают, что это завершающая часть, ну, можно верить, можно не верить, они все так говорят, но в любом случае хотелось бы, опять же, с семьей сходить и посмотреть, но почему-то наши прокатчики, ну, не хочется их, конечно, критиковать, потому что времена нынче тяжелые, возможно, у них там какие-то есть обоснованные подозрения, у меня тоже есть обоснованные подозрения, учитывая, что в третьей части снимается Филипп Киркоров, то есть, ничего хорошего не предвещает, но все-таки, то есть, Гештальт хотелось бы завершить, и хотелось бы увидеть, и поэтому очень странно, почему его не показывают, вот, это первое, и второе, я тоже смотрю на, как бы, планы и не вижу фильма, который должен выйти завтра в российских видеоплатформах, это такой, ну, я так понимаю, как говорят, ну, аналог Игры Престолов российский, называется Этерна, это, слышал ты о том? Нет, нет, даже не слышал. Нет, это вот экранизация романов популярных в историческое фэнтези, ну, то есть, есть такой далекий, наверное, от большой аудитории пласт литературы, историческое фэнтези, обычно его читают так называемые ролевики, да, то есть, там целая культура вокруг этого, и вот один из авторов, очень достаточно культовый, популярный, это вот Вера Камша, и она выпустила уже целых 15 книг, то есть, поэтому ее и сравнивают с Мартиным, потому что у нее много книг, и они до сих пор еще даже в серии не закончены, вот, и вот по этой, по, я так понимаю, что по первой, не знаю, по какой из них, завтра должен выйти первый фильм, и, в принципе, он заявлен как прямо вот что-то такое, новый шаг в жанре, то есть, там, костюмированное, с эффектами и прочее, ну, то есть, историческое фэнтези, то есть, это должны быть и костюмы, и оружие, и сюжет, и какая-то магия, то есть, все должно быть, и действия где-то там на какой-то неизведанный, ну, как обычно, в каком-то Средиземье очередном, вот, ну, то есть, это все визуально должно быть интересно. Но у нас это тоже не показано. Да, вот, к удивлению, я обнаружил, что у нас этого фильма тоже нет, и я тоже не вдумеваю, почему. Ну, у нас вообще, по-моему, российского кино сейчас вот на больших экранах практически нет. Вот, да, нет, ну, вот, если мы считать свингеров российским, то их и, к сожалению, и елки зеленые, эти прокляты, уже восьмая часть, вот они почему-то выходят с завидной популярностью, их в прокат берут, а какие-то другие фильмы, которые, в принципе... Хотя восьмые, конечно, это ужасная часть, просто, опять-таки, с Филиппом Киркоровым, вот, но, и, кстати, поймали же не так давно на плагиате плаката, да. Ну, то есть, я недоумеваю, честно говоря, потому что, ну, возможно, конечно, у «Елок» есть своя аудитория, тоже наработанная за восемь тысячи частей, вот, но они просто... Если учитывать, что обычно, как это, по законам уже практически выработанным, каждая часть все хуже и хуже, можно представить, какого качества восьмая часть. То есть, там должно быть очень все плохо, если приглашают Киркорова и Бузову. И уходит Тимур Бекмамбетов, собственно говоря, ну, основатель-то этого проекта, он ушел с режиссерской позиции. То есть, каждая серия позиционируется как последняя, и каждый раз все они обманывают. Ну, это, на самом деле, ну, на любителя, возможно, среди зрителей, слушателей радио «Болтком» есть любитель «Елок», мы не будем тут прямо поливать, вот, найдет каждый что-то, но просто странно, что выбирая между какими-то такими интересными, вот, выбирают не самое качественное, как мне кажется. Поэтому, вот, я хотел отметить вот эти, по крайней мере, два фильма, которые хотелось бы увидеть на большом экране, как минимум, но пока, к сожалению, видимо, не получится. Поэтому... Из того, что я посмотрел, вот, картина, которая была в списке номинаций «Золотого глобуса», именно как лучший иностранный фильм, это «Кумпе номер шесть», и, несмотря на то, что он был заявлен от Финляндии, тем не менее, его в России очень, ну, как, были очень обрадованы этому выдвижению, ну, потому что он попал вот эту пятерку, поскольку, действительно, это, можно сказать, русское кино, именно потому, что весь фильм идет практически на русском языке, там есть только где-то минут десять, когда идут финские диалоги. Речь идет о финской студентке, которая хочет отправиться в Мурманск. Время не указано, и непонятно немножко даже, в каком времени происходит, то есть, какие-то, вроде бы, приметы, то, что у героев нет мобильных телефонов, то, что стоят телефоны-автоматы, то есть, как будто бы это намекает, что это не наши дни, абсолютно точно, тем не менее, звучит иногда какая-то музыка, которая, вроде бы, относится уже к началу нулевых, во всяком случае, то есть, я даже думал, что это в советское время происходит, но, скорее всего, нет. В общем, очень интересные приключения финской студентки в России. Обычные приключения финской студентки на российской железной дороге. Ну, она отправилась в Мурманск с целью посмотреть петроглифы, вот эти знаменитые наскальные изображения, которым около 10 тысяч лет. И в пути, то есть, ей нужно из Москвы доехать до Мурманска, это путь занимает там несколько суток, она оказывается в купе в одном с очень странным парнем, его играет Юра Борисов, и сначала, естественно, между ними абсолютное непонимание, то есть, парень напивается, пристает, матерится, ведет себя, ну, как какой-то классический гопник, вот, ну, представление вот иностранцев о загадочной русской душе. Но со временем, то есть, она сбегает, пытается даже сменить купе, но постепенно, в общем, в дороге, поскольку это, ну, сменить не удается и приходится смириться вот с необходимостью, как бы, делить это купейное пространство. Вот они начинают потихонечку, ну, между ними, не любовь, но какие-то дружеские симпатии появляются, и вот за этим очень интересно наблюдать. То есть, вроде бы, фильм движется по таким, ну, проверенным лекалам, шаблонам, то есть, мы понимаем, что в финале, да, может быть, ну, я ничего не говорил вам, но, в принципе, может быть, даже они и полюбят друг друга, но, тем не менее, вот за этим любопытно наблюдать, и вот за какими-то русскими реалиями, там Юлия Алк играет проводницу совершенно бесподобно, в середине там подсаживается еще один финн, из-за чего вот, ну, как бы, вот и возникает там еще одна, ну, как бы, небольшая сюжетная линия с диалогами на финском языке, но в основном это распитие самогона, это, значит, русское веселье, жуткая зима, эти полустанки за окном, где они выходят, что-то купить. Медведи, медведи, балалайки. Ну, почти, почти, но, тем не менее, вот картина оставляет какое-то приятное послевкусие, то есть, ощущение такое, что это кино, то есть, во всяком случае, вот есть, вот, понимание, это кино или не кино, вот это кино, то есть, вот, елки, например, ну, это скорее проект, это развлечение, ну, то есть, сказать, что это, ну, вот кино с большой буквы, вот, какое-то, ну, как-то язык не поворачивается, то есть, это, это, да, это вот что-то, что создано вот специально под вкусы публики, для того, ну, вот, а здесь вот ты видишь какой-то вот авторское, какой-то вот интересный взгляд, и, конечно, вот, Хейди Харха, это финская вот актриса, очень, очень, в первый раз я ее видел, но она произвела очень приятное впечатление, ну, и, конечно, Юра Борисов, который вот совершенно у него такой шикарный, вот, именно такой диапазон, вот, именно от такого страшного, ну, такого гопника неприятного, которого не хотелось бы встретить ночью в Подворотне, до, в принципе, вот такого парня искреннего, с русской душой, который вот готов распахнуть ее. Да, я его видел в этом фильме «Калашников», если не ошибаюсь. И, по-моему, он играл еще вот. очень криминальное, вот, а сейчас он сыграл Вертинского и тоже стал очень популярным. И Юра Борисов, вот Юра Борисов тоже сейчас расхвален критиками. И я даже тут недавно читал, что с ним, с Борисовым сделали мистификацию, то есть появилась новость, что писатель Пелевин появился в магазине и дает автографы. Потом, значит, через пару часов появилась информация, что это не Пелевин, а какой-то самозванец, выдавающий себя за Пелевина. И только на следующий день появилась информация, что это специально одного из журналов акция. Юра Борисов сыграл Пелевина. Вернее, Юра Борисов сыграл человека, выдавающего себя за Пелевина. То есть это такая была тройная, многоходовая фейк. Как раз журнал, посвященный фейкам был, по-моему. Ну, то есть понятно, что он сейчас на волне. И этот фильм, видимо, помог, потому что, насколько я слышал, на многих фестивалях побывал, и все в восторге. Ну, и я так понимаю, что фильмы такие российско-финские, они, ну, не редкость, в отличие от британско-мексиканских. То есть можно вспомнить того же Робошкина Кукушкову. Там, в принципе, тоже была вариация на тему. То есть русский, финн, еще там Суоми. Вот они как бы сначала не понимают друг друга, потом сближаются, и оказывается, что между ними намного больше общего, чем разбичий. То есть, ну, это такая история классическая. Вот, поэтому, да, я бы тоже посмотрел, что, видимо, тебе понравилось. Купе номер шесть, да, мне понравилось. То есть я получил неожиданное удовольствие, потому что, как бы, ну, хотел просто посмотреть, что выдвинуто на золотой глобус, что претендовал, и потому что скоро, в принципе, ну, не совсем скоро, но в середине февраля будут объявлены номинации на Оскар. Я думал, что это даже будет чуть-чуть пораньше. Но вот тогда мы узнаем вот пять иностранных фильмов, которые попали вот в пятерку отобранных претендентов на Оскар. Да, ну и вот, наверное, по большому счету, больше ничего такого интересного мне посмотреть не удалось за прошедшую неделю. Ну, и, может быть, мы тогда перейдем к действительно теме, поскольку времени-то у нас осталось не очень много. Хотелось вот напомнить нашим слушателям о том, что далеко не всегда вот была такая доступная информация о каждом фильме. Мы же сейчас несколько избалованы тем, что мы можем, взяв в руки мобильный телефон, о любом фильме сразу получить рецензию, отзывы критиков, рейтинг там критиков таких-сяких, пользователей такой, кинопоиска, IMDb.com и так далее. Вот в мое время я очень хорошо помню, когда я учился, например, в Москве, мы бегали на фестивале, и там просто вывешивался список фильмов. То есть вот есть список фильмов, и иногда, ну, слава богу, чтобы там было указано, кто играет. Вот комедия с Пьером Ришаром «Надо бежать». Понятно, это что-то смешное, веселое. Катрин Денев. Ну, хорошая актриса, значит, надо обязательно посмотреть. И вот каждый решал, ну, чаще всего шли просто, если неделя французского кино, ну, обязательно надо это посмотреть, потому что это французское кино. Все хотят, видите, напомню, что показывали ведь очень дозированно, там, американские фильмы, они выходили, может быть, один раз в месяц. Дай бог, чтобы был один американский фильм, в кинопрокат попадал. В основном это были европейские картины, фильмы социалистических стран, естественно, продукция, ну, советского кинематографа. И... Ну, американская там, соответственно, очень проверенная, жанрово-нейтральная, плюс вырезанные какие-то... Я недавно посмотрел в джазе только девушки... Полную версию. ...с вырезанными сценами, то есть, которые на самом деле ничего из себя криминального не представляют, но вот почему-то они попали под цензуру, как бы их вырезали. То есть, поэтому сюда американских фильмов, там можно посчитать просто по пальцам, сколько их выходило, ну, сколько-то выходило все-таки. Но их подрезали даже... Я где-то читал даже не столько даже идеологически, а там был просто стандарт полтора часа, и вот если фильм шел там американский час сорок, просто десять минут где-то подрезали для того, чтобы... Ну, вот делать план по прокрутке этих картин. И выходило, вот я помню очень хорошо, газеты, киноэкраны Риги в советское время, в которых хотя бы можно было прочитать аннотации вот к тем картинам, которые сейчас идут в прокате. Эта ситуация абсолютно вот рухнула, когда возник рынок видеопиратства. Тогда же люди просто ошалели от возможности выбора, и все бросились смотреть именно американское кино, ну, и было большим разочарованием то, что очень многие американские фильмы были абсолютно проходные, абсолютно... Ну, вот было даже жалко потратить время на такую ерунду, и возник вопрос, вот что делать, вот каким образом отбирать, то есть советовать работники видеопроката, ведь тоже они, ну, вот... Они абсолютно не были ни киновенами, ни киноманами. Они могли просто сказать, ну, брали вчера, вот возвращали, там, плевались, или очень хвалили, знаете, вот кому-то... Опять-таки, полагаться на вкус дяди Васи, который вот похвалил или ругал фильм, это тоже не... Ну, как бы какой-то такой показатель, вот... И это была очень смешная, действительно удивительная ситуация, потому что я очень хорошо помню, мне даже рассказывали вот сотрудники видеопроката, они за ночь, когда писали фильмы, не спали ночь, старались посмотреть, вот как можно больше картин, отдавали тоже соседям, фильмы, которые должны были быстро просмотреть, вот за час-полтора, и затем рассказать, о чём картина в двух словах. Умение сформулировать сюжет фильма в двух-трёх предложениях, это просто действительно было искусство. Я застал ещё эпоху вот журнала «Видеоревью», где... с которого всё начиналось, и просто в день это было... Я смотрел по три-четыре фильма и отписывал вот именно коротко сюжеты о том, что из себя представляет этот фильм, этот, 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 этот. И пытался туда вставить, ну, чуть-чуть такого критиканства, ну, хотя бы понимание, что это очередная комедия такого-то, или, ну, то есть, ну, чтобы вот хотя бы вставить в какой-то контекст, а не просто пересказать содержание, этот пришёл сюда, у него возникли проблемы и так далее. И, конечно, это была огромная проблема в видеосалонах, я прекрасно хорошо помню, когда люди приходят, они не помнят имён актёров, они не помнят, то есть попытки сказать, дайте мне вот фильм с тем чуваком, который играл в комедии, где происходило это, это и это, просто невероятно ценилась вот среди работников видеопроката способность вот держать в голове, то есть вот вспомнить, что это мог быть за фильм, кто мог в нём играть, и, значит, с этим актёром у нас сейчас есть на руках вот такой-то... Ну, не даром же работником видеопроката в своё время являлся Квентин Тарантино. Именно там он насмотрелся и с тех пор как бы считается таким великим цитатором, ну, цитатором, то есть в его фильмах очень много цитат из разных фильмов, которых он, как он говорил, он насмотрелся, пока ночью выдавал кассеты другим и прочее. Да, то есть это, мне кажется, это прекрасная школа вот именно для того, чтобы посмотреть, набраться вот какого-то опыта, потому что мы не так, ну, не так... У нас много времени для того, чтобы смотреть там по три, по четыре фильма в день. Хотя вот я помню, что в Москве это было какое-то золотое время с огромным количеством фестивалей. Часто на этих фестивалях показывали по два фильма, и вот я помню, что всего Роберта Редфорда я успел вот посмотреть все фильмы. «Кандидат», «Будь с Кэссиди Сандэнс Кит», «Афера», все это вот я вот видел на фестивале, вот когда там несколько дней подряд я вот ходил и пересмотрел все. Также вот были не Бола Ньюмана, я пересмотрел и «Хладнокровный люк», им «Кто-то наверху любит меня». То есть фильмы, которые сейчас вот днем с огнем не достать, но это картины, ну, как-то достаточно достойные, там, даже 50-х, 60-х, 70-х годов, которые вот была возможность... Можно сказать, что в те времена зритель был не настолько, как сказать... Ну да, вот он его не был... Избалован. То есть радовались тому, что это самое... Вот фантастика, все, это уже достаточно повод для радости, вот для меня, по крайней мере. Боевик, прекрасно. Кто там, Чак Норрис, там, Жан-Клод Ван Дам, прекрасно, любой вариант, ты смотришь и радуешься. И фильмы фантастические какие-то, которые смотрел и вау, как клево. Сейчас по старой памяти иногда пытаешься пересмотреть и думаешь, боже, что это такое вообще? Как это называется? Как такое можно было смотреть и получать удовольствие? Тогда ничего, То есть, ну, шедевры некоторые были, которые попадали даже на большой экран фантастический, типа там Враг Мой и того же Петерсона, по-моему, Больганга. Вот. Но большинство, конечно, все сразу на видеокассеты, на видеопрокатах, видеозалах. Вот. А информации действительно, как ты говоришь, было мало и классический пример, который я люблю повторять, это история Звездных войн. То есть, как известно, первые Звездные войны, это четвертая, пятая, шестая части. И вот объясните людям, которые не имеют доступа вообще к информации, почему есть четвертая, пятая, шестая и нет первой, второй, третий. И где они, собственно говоря? То есть, информации получить неоткуда. То есть, никакие работники видеозалов тебе не скажут, где это. И поэтому я прекрасно помню, что появлялась информация, вот у меня знакомый был где-то, и он разговаривал с кем-то, ну, классическая там цепочка, в конце которой обязательно есть человек, который видел эти первые три части, они действительно есть, но их просто не приводят по какой-то причине. То есть, люди верят, что действительно есть первые три части, несмотря на то, что их снимут только через, сколько там, 30 лет. То есть, да, это показатель того, что информации не было вообще. Я вот забыл взять, у меня просто с собой были даже заготовлены очень интересные издания на дешевой бумаге. Издавались вот как такие каталоги фильмов, где просто по жанрам комедии, боевики, шпионские фильмы или там что-нибудь еще, ужасы. И были с коротенькими описаниями. Сам покупал такие, помню еще, ой, дай бог памяти, по-моему, в кинотеатре Рига я увидел на флопе диске, на флопе диске каталог, типа там, 500 лучших фильмов. Но по тем временам для меня школьника это было какие-то там, он стоил каких-то очень больших денег, и я такой мучился, думал, ну как же мне купить его, 500 фильмов в целых, узнать что и как, и так и не купил. Вот, а то есть носители информации были абсолютно разные, и газеты, в том числе, журналы, киновидеоревью, и какие-то московские были, с ужасными фотографиями, конечно же, которые, зачастую не имели никакого отношения к фильму, собственно говоря, и главное, что с разными переводами названий, поэтому часто в этой журнале было одно название, а в прокате оно было абсолютно другое, и ты никогда не узнаешь, что это тот самый фильм, который ты хотел посмотреть. Да, создавало все это невероятную путаницу, и даже с транскрипцией имен актеров, там, Майкл Даглас или Дуглас, там, Шо Касоги или Шо Казучи, там, по-разному совершенно, там, транскрибировались эти имена, как бог на душу положит, вот сейчас, как бы, это уже все как-то устоялось, пришло в какое-то, ну, в единообразие, ну, то есть, есть, например, там, ну, просто кинопоиск РУ, который старается, ну, как бы, придерживаться в этой все каталогизации, вот именно локализованные названия, официально утвержденные прокатчиками, кто приобрел права, как, уж простите, ну, назвали переводчики, тогда это считается его официальным названием, и тут, ну, хотя бы какая-то появлялась система, а вот мы еще листали вот эти, вот эти каталожные, ну, как бы, эти сборники с рецензиями, потому что, ну, непонятно было, жутко было обидно взять, ну, взять в прокате фильм, который окажется полной ерундой, и никто не мог гарантировать тебе, что этот фильм, ну, действительно хорош или, ну, проходной. Прокат, я, лично я проходил прокат, платил не за фильм, а за, как бы, абонентскую плату за месяц, поэтому, ну, не получилось, не получилось, а обиднее, когда видеосалон, ну, я уже говорил, такое замечательное место, как бы, мини-кинотеатр времен этого самого 90-х, вот, то есть ты заплатил кровный рубль, сэкономленный там на школьных обедах или каких-то развлечений, пришел, а там какая-то абсолютно непонятное что, то есть было пару раз, когда я так попадал, совершенно не, то есть, потому что анонс звучал там, ну, какой-нибудь зубодоробительный боевик, или там прекрасная любовная история, ну, на такое, конечно, не ходил, но сам факт, или там какой-то там фантастический мега-блокбастер, ну, вот это, это максимум, что из себя выжимали, собственно говоря, организаторы вечера, но поэтому, да, иногда ты приходишь, попадаешь на фильм «Чужие», например, и радуешься, иногда попадаешь на фильм какой-то второсортной, второсортной фантастики, которая там ни к селу, ни к городу, и уходишь разочарованно. То есть это вот это как бы нивелировало, самое поразительное, что это нивелировало, как бы, ну, вот можно, действительно, многобюджетные блокбастеры с актерами там класса А, и рядом же вот фильм, который был снят для кабельного телевидения, не выходил для, вообще на больших экранах в Соединенных Штатах Америки с абсолютно неизвестными актерами, мизерным бюджетом, но это все вот было записано на соседних кассетах. Да, в прокате, да, то есть если вернуться в прокат, там была кассета же, как если кто-то помнит или кто-то не помнит, длительность кассеты в среднем 3 часа. Видеокассеты фильмов в те времена подавляющее большинство, за редким исключением, делился там час 30, час 40, ну, не больше, то есть фильмов, как сейчас, по 3-4 часа тогда просто не было, но опять же, за редким исключением, вот, и поэтому обычно на кассете в первую очередь записан какой-то такой блокбастер, именно ломовой, так скажем, а следом за ним, ну, дописывали уже что-то такое более-менее, может, подходящее даже поджанное, а может, просто, просто подходящее по хронометражу, так скажем, если первый фильм чуть подлиннее, значит, второй чуть покороче, ну, и, соответственно, первый ты берешь целенаправленно, второй тебе в довесок, посмотришь вдруг, а что-нибудь хорошее тоже замечательное получится. Нет? Ну, нет так нет, как говорится. Поразительные действительно времена и вот это вот отсутствие информации, отсутствие ведь тогда не было возможности, сейчас вот просто выходит фильм, на следующий день мы видим отзывы сразу же в Фейсбуке, там, не знаю, во всех соцсетях, все отписались, там, плохой или хороший, кому понравился, кому не понравился, то есть, какое-то общественное мнение сразу вот выкристаллизовывается. у него... Тогда было общественное мнение сарафанной радио только в твоем собственном кругу, то есть, вот ты посмотрел, сказал друзьям, вот этот круг, как бы, решил хороший, значит, можно идти, то есть, мнение в, там, мировое или хотя бы в рамках города ты, конечно же, никак не узнаешь, вот, ну, соответственно, опять же, то есть, никаких сопутствующих материалов, то есть, в качалках, там, плакаты Шварценеггера, это понятно, вот, ну, а какие еще варианты, атрибутики, так скажем, киношные, вот на Чикурильник можно поехать, там можно что-то купить, какую-то перефотографию, то есть, что раньше, может, люди помнят, не помнят, то есть, перефотографировали с экранов кадры из фильмов и продавали как фотографии, у меня лично была фотография Джеки Чана с кадром из фильма «Доспехи Бога», то есть, вот, я поехал на Чикурильник и купил, не помню, конечно же, за сколько, вот, но, как бы, так, были какие-то фотографии именно или сделанные производственно уже где-нибудь в Москве, наверное, какие-нибудь мини-плакаты фильмов, то есть, ну, вот, коллекционерам радость уже усла до сердца, так скажем, вот, ничего другого не было без интернета, особо не пошипуешь. да, я вот как раз припомнил, что с Шварценеггером фильм «Киборг-убийца» я смотрел, вот, и долго не мог привыкнуть к названию «Терминатор», для меня, ну, поскольку в первом я вот «Киборг-убийца», у меня оставался именно «Киборгом-убийцей» достаточно долго вот в памяти, пока все-таки я не привык к новой какой-то вот терминологии. Ну да, потому что, опять же, можно это объяснить, потому что, что такое «Терминатор» для советской, ну, советская, так скажем, аудитория. Вот фильм «Терминатор», что это такое вообще? Ну, просто сейчас представьте, что вы не знаете ничего о «Терминаторе», так сказать. То есть, что такое «Терминатор»? Вообще непонятно. Хоть научный термин, да. Да, уже понятно, уже все понятно. Будет «Киборг», он будет кого-то убивать. То есть, ну, в целом, сюжет ясен. Вот. Так что это действительно была очень такая очень интересная и увлекательная эпоха. Эпоха, когда мы добывали по крохам буквально информацию. И это я просто помню, там, какие-то издававшиеся статьи. То есть, практически вот ведь и даже, чтобы узнать что-то об актере, дату его рождения, ну, там, все же фанатели хотели знать вот как хоть что-нибудь. И это тоже вот где-то вот что-то перепечатывалось из западных журналов и в каких-то таких вот... Ну, были, были же. Все-таки сказать, что совсем ничего не было, нельзя, потому что понятно, что есть интерес, и на этот интерес будет какой-то, на этот спрос будет какое-то предложение. То есть, был журнал «Экран детям», например, для молодежной аудитории. И там в последние годы тоже появлялись и про фильмы голливудские, я читал, сам поэтому помню. Потом был журнал «Ровесник», и там обычно в конце журнала было 4 или 5 или 6, то есть, был плакат с какой-то звездой и аннотацией, и 5 фильмов. То есть, это тоже зачитывалось и до дыры, потом, соответственно, искалось где-то в видеопрокатах. Мне уже делают просто знаки, что у нас на самом деле кончилось. Мы так увлеклись воспоминаниями об этих временах. Спасибо большое, Владимир Веселов, программа «Синема». Обязательно встретимся через следующую неделю. Через неделю. Всего доброго. До свидания. Пока.